И к другим новостям. Обл. избирком определил 43 участка, где голосовать за президента смогут люди без прописки и регистрации. В Челябинске это будет железнодорожный вокзал, в Магнитогорске дом творчества, в Копейске шестая школа. Однако с собой бездомным все-таки нужно иметь паспорт. Это обязательное требование закона. Отмечу, что предстоящие выборы станут самыми технологичными. На всех участках будут использовать QR-кодирование. Проще говоря, результаты голосования зашифруют в специальные коды. Система будет их считывать и автоматически складывать голосам. Это защита, дополнительная защита протокола участковой избирательной комиссии. Потому что и у наблюдателей имеется копия с QR-кодом, и тот протокол с QR-кодом, который везет участковая комиссия в вышестоящую территориальную комиссию, имеет этот же QR-код. То есть это защита от каких-либо изменений, фальсификации данных протоколей. После подготовки протокола вручную внести правки в систему не получится. Потому фальсификация исключена. QR-коды также исключают банальные ошибки при подсчете общих результатов. Все автоматизировано. Кроме того, это еще и ускоряет работу избирательных комиссий. Технологию уже протестировали на предыдущих выборах в сентябре 2017-го. Напомню, что выборы президента России назначены на 18 марта этого года.